всем привет вы на канале крипто комманс и я хотел выпустить это видео вчера потому что вчера была знаменательная дата но сами понимаете праздники все дела поэтому видос выходит задержкой вчера была очень крутая дата 13 лет назад был добыт генезис блок биткоина то есть самый первый блок с которого все началось 3 января 2009 года сатоши накамото запустил основную сеть биткоина добыв генезис блок в 50 btc представляете себе тогда это было не что сейчас это сколько плюс-минус два с половиной миллиона долларов да в хэше первого блока содержится заголовок статьи британского издания times что буквально переводится как канцлер на грани второй помощи банкам и да в принципе биток был запущен как ответ на мировой финансовый кризис 2008 года и изначально биток это было средство хеджа от инфляции от кризисов мировой фиатной политики монетарной денежной системы и так далее и в принципе это прекрасно себя отрабатывает как мы видим все эти годы потому что биток вырос каких-то там центов с двух долларов даже на графике битстамп до 46 тысяч сейчас и до 70 практически на пике вот этой свечки но на графике вот этих годовых свечек о которых мы говорили недавно кто-то отметил что вот эта свечка прошлого года закрывшиеся на самом деле является разворотной медвежей потому что смотрите какая тень огромная и в принципе я соглашусь с этим человеком потому что вот здесь у нас была разворотная свечка тень и после этого был медвежий год и вот здесь тоже посмотрите была похожа разворотная свечка тень и медвежий год то есть надо быть готовыми к тому что следующий год может быть медвежим еще раз вам говорю то есть мы можем увидеть коррекцию bitcoin вниз но многие сейчас ждут что это уже будет вот сразу и коррекция будет куда ниже предыдущих максимумов или там в район предыдущих максимумов то есть 20 тысяч и это конечно может произойти более глубокая коррекция но этого может и не произойти, а мы увидим сначала полгода примерно подъем выше этих хаев даже, скорее всего. И в течение второго полугода мы увидим резкое снижение примерно, ну, может, чуть ниже, чем мы закрылись. Но в любом случае циклы удлиняются, поэтому мы можем увидеть с вами и еще одну зеленую свечку, и потом только красную в следующем году, как вариант. Но, в общем, знать мы не можем здесь наверняка, поэтому давайте посмотрим вот что происходит с беточком локально. Локально мы на часовике в даунтренде, посмотрите, мы ложно пробивались выше сетки вот здесь, вот здесь, и сейчас тестируем ее как поддержку вот здесь, то есть мы находимся в коррекции. Тем не менее, мы лежим на очень важном уровне поддержки, который уже много-много раз отрабатывал. Как вы можете видеть сами из графика, это уровень 45 тысяч, 45 500, 45 600. Тем не менее, если все-таки мы его пробиваем, то у нас дальше, как вы можете видеть сами тоже ничего нету до уровня 42 тысячи, вот этой тени, куда мы опускались, но на разных биржах по-разному где-то мы и ниже кололи в этот момент, поэтому это сводка с битстампа. Вот что важно сейчас наблюдать, что у нас вот здесь есть, грубо говоря, такой коридор, в котором мы можем резко сквизануть, и главный вопрос, пойдем ли мы ниже, если мы туда вообще упадем, да, то есть если мы туда упадем и пробьем вот этот уровень, то это будет реально фигово в краткосроке для битка. Я все еще думаю, что если так он сделает, то он потом отскочит резко и падет наверх, но тем не менее, он может так сделать. И следите за тем, чтобы это не ликвиднуло весь ваш аккаунт и все ваши средства, чтобы здесь у вас либо сработал стоп-лосс, я не знаю, либо там вы торгуете на маленькую часть средств, либо вам было чем тут усредниться, если вы торгуете на споте, или если вы сейчас торгуете без плеча, а тут вы как раз подключите плечо, где всех будет ликвидировать, и всем будет страшно. Но, еще раз вам говорю, не факт, что вообще этот вариант произойдет, не факт, потому что, смотрите, мы сейчас на дне, от которого мы можем легко отскочить и пойти наверх вот таким способом. Поэтому очень интересная развилка, на мой взгляд, потому что, смотрите, биткоин мнется в этом флейте уже достаточно долго, да, вот у нас есть коридор цены для скальперов тоже, на самом деле, идеальный, можно вон по 46 покупать, грубо говоря, по 52 продавать там, да, или по 47-48 покупать, по 50 там продавать. И вот вам, пожалуйста, ренч, в котором можно работать. Но, что я вижу, что альткоины стреляют к биткоину. То, о чем мы с вами говорим постоянно на моем канале, это то, что альткоины сейчас показывают альтсезон. Что такое альтсезон? Это не значит, что альткоины растут к доллару, это значит, что альткоины растут к биткоину. Почему мы с вами смотрим часто пары альтов к битку? Потому что вот этот график доминации, он показывает не на капитализацию биткоина, как многие писали ошибочно, или там альткоинов, этот график показывает на капитализацию биткоина в альткоинах. То есть график доминации, по факту, это реально капитализация биткоина в альткоинах из первой сотни. И что мы сейчас видим? Что она падает. И если развернуть этот график, то получится график капитализации альткоинов в биткоине, то есть альткоин-доминация, и она растет, посмотрите, она растет. Соответственно, это говорит нам о том, что альты накачиваются сейчас биткоинами сильнее. То есть сидеть в альтах, в отдельно взятых, которые влияют на этот график, выгоднее. Это не значит, что мы не можем сейчас скорректироваться вот так вот, спокойно можем, да, по нижним границам, если что-нибудь провести, и потом только пойти наверх. То есть в моменте сейчас, может быть, будет отток ликвидности в биткоин. Но похоже на то, что все-таки глобально эта картина смотрит на альт-то-зе-мун. То есть, еще раз, если вернуть его обратно, график доминации BTC падает. Соответственно, в битке сейчас сидеть менее выгодно, чем в отдельно взятых альтах. Вот, по крайней мере, атом я свой плавно разгружаю, он в плюсе уже в очень хорошем. Цену входа я сместил уже вниз, то есть у меня вообще, считай, цена входа вообще туда вряд ли добьет 35 тысяч сатоши. То это сейчас он уже 85. Удобно на полониксе, что вы можете разгружаться, смещая цену входа вниз, а не забирая профит сразу. То есть, по факту вы оставите просто бесплатную позицию, которая будет болтаться с ценой входа, там, близкой к нулю. Ну и другие альткоины здесь тоже, в принципе, постреливают. Так что, да, ребята, альт-сезон к биткоину происходит. То есть, мы можем даже падать с вами к доллару, но к биткоину мы будем видеть хороший рост. Dash BTC давно не смотрели пару, смотрим обычно Dash USD. Dash BTC находится на супер исторических холл-тайм лоях. Все абсолютно хоронят сейчас эту монету. Ну, тут график говорит сам за себя, посмотрите. Мы находимся на исторических минимумах, на которых были в 2015-14 году. В 2015 году даже выше были к биткоину. После чего мы еще ни разу даже не корректировались от этого большого движения. Знаете, как работают рынки? Всегда есть хотя бы коррекции. То есть, если мы накинем сетку Fibonacci от вот этого пика к биткоину, к минимуму, где мы сейчас, то мы видим с вами уровни, до которых цена практически всегда корректируется. Это как минимум уровень 0.23 по Fibonacci, а это на минуточку знаете сколько иксов отсюда, где мы сейчас? 10. Потом, следующий уровень, который тоже сильно часто отрабатывает 0.38, это отсюда получается плюс-минус 15 иксов. 0.5 уровень и 0.61.8 уровень золотого кармана. Это вообще 0.07, это 7 миллионов сатоши. Примерно 25 иксов отсюда. Но, на самом деле, тут смотря как натягивать сетку, правильнее сетку натягивать с конца движения, исходя из того, что мы в даунтренде. А мы говорим о коррекции в даунтренде, то есть тут явно даунтренд, значит, надо сетку натянуть наоборот отсюда. Но, тем не менее, смотрите, это даст нам все равно. Уровень 0.78 это 10 иксов, опять же. И уровень 0.61.8 это почти 20 иксов оттуда, где мы сейчас. Вот так, наверное, будет правильнее натянуть сетку. В любом случае, короче, ребят, тут средняя коррекция от этого падения где-то вот в районе середины этой коррекции, понимаете? Либо она там, либо 1.3, либо 2.3, тем не менее, это все равно 10 иксов. Вот и все. Вот чего я жду сейчас по дэшу BTC после вот таких вот многочисленных бычих дюверов. Что еще хочется сказать? Давайте эфир BTC посмотрим. Эфир BTC уже показывает прекраснейшую динамику. Посмотрите, как он переписывает свои локальные хаи один за одним. После такого же долгого накопления и консолидации, не такого долгого, как у Dash, конечно, но тем не менее. После таких же вот бычих дюверов, собственно, уже мы в зеленом money flow. Тут есть, конечно, медвежьи дювера, и возможно, что мы еще увидим более сильные коррекции, как минимум до сетки M&R Ribbon. Но потом все-таки прорвемся наверх. Эфир прямо сейчас сражается с вот этим вот своим предыдущим сопротивлением из 2018 года. Посмотрите, как только он его пробивает, следующее сопротивление у нас вот 11 миллионов сатоши. И последнее сопротивление – это у нас 15 миллионов сатоши. Ну, 14. Только не забывайте тот факт, что эфиров, монет эфиров вот здесь в 2018 году было меньше, ну, без малого раза в два, чем сейчас. То есть сейчас монет эфиров напечатали уже в два раза больше. При том, что битков за это время напечатали, ну, гораздо меньше в процентном соотношении. И Dash, кстати, тоже гораздо меньше. То есть и у эфира довольно-таки неконтролируемая эмиссия и очень дорогие комиссии. Так что все это спекулятивно тоже. Мы можем увидеть и закат этого тренда по эфиру. То есть к битку я, на самом деле, не особо жду, что эфир перепишет All-Time High. Хотя он это вполне возможно сделает, но это не основная моя ставка, скажем так. Поэтому, да, эфир к доллару уже очень сильно отрос. Посмотрите, как он переписал All-Time High и как он протестировал его обратно как поддержку в прошлом году. И улетел еще выше. Ну, это движение в какой-то момент закончится по-любому. Сейчас мы на поддержке на EMA Ribbon. Может быть, мы сейчас полетим еще выше. И потом это будет больно падать, как всегда, понимаете. Будет что-то вот такое, как это было и вот здесь. Об этом надо просто не забывать и помнить. Поэтому, на мой взгляд, лучше присматриваться к альткоинам, которые не дали еще, не переписали All-Time High, но у которых есть хорошие к этому предпосылки и бычьи импульсы. Но, тем не менее, все равно я хочу обратить ваше мнение. Смотрите, как круто отрабатывает сетка EMA Ribbon на недельки как поддержка. Просто лучше не придумаешь. То есть, в бычьем тренде мы всегда от нее отскакиваем. Но, обращая ваше внимание, в прошлом бычьем тренде, как только мы ее пробили, как только мы ушли коррекцией ниже, потом ложную пробили и снова ушли ниже, вот здесь была, пожалуй, идеальная точка входа в шорт. Потому что здесь вы не могли знать точно, что это все. Но вот здесь отсюда началось сильное движение вниз. Правда, потом с возвратами к этой же точке, но тут можно было уже шортить-шортить. Поэтому смотрите, если сейчас эфир сделает вот так вот, то вот где нужно будет его шортить. А пока лучше аккуратней с шортами. Еще теперь что хочу сказать, ребята. У нас в Телеграме запинен новогодний конкурс CryptoFamily, который, кстати, уже подходит к своему завершению. 56 призовых мест, 56 монет Dash. Собственно, порядок участия – это просто подписаться на все эти каналы и нажать «Участвую». И если вы нажмете в каждом из этих Телеграм-каналов наших друзей, кнопку «Участвую», то ваши шансы на победу увеличиваются. Потому что в каждом канале будет разыграно по 8 монет отдельно. Результаты конкурса будут объявлены уже через 3 дня, так что торопитесь успеть, если вы этого не сделали. Ссылку на гиф дам в описании. Но фишка-то в чем? Смотрите, здесь кроме того, что подписаться на Телеграм-каналы, нужно еще подписаться на Ютуб-каналы. И вы, ребята, очень активно стали подписываться, видимо, потому что у нас у всех с ребятами вот такая стала статистика. Смотрите, у нас резко был памп на 1500 подписчиков, и резко дамп случился на минус 1100 подписчиков, и сейчас мы вернулись к средним значениям. Почему так произошло? Ютуб заподозрил, что вы боты. Вы очень быстро начали подписываться, и, видимо, не проявлять никакой активности, связанной с этим. То есть Ютуб вас отписал, короче, сам автоматически, потому что решил, что вы боты. Так что к вам огромная просьба, ребят, проверьте подписки еще раз, и после того, как подпишетесь, обязательно посмотрите хотя бы одно видео, поставьте ему лайк, это нужно сделать, и напишите какой-нибудь комментарий. А лучше посмотрите пару видосов, напишите пару комментариев, чтобы Ютуб понял, что вы не робот, понимаете, какой расклад. Вот, будем вам очень за это признательны, и через три дня объявим победителей, и вышлем всем призы. Ну а так, что можно еще сказать сегодня про крипторынок? В целом мы видим неплохие движения. Вон даже Aion монетка сегодня на 11% подскочила, Aion. И, в принципе, она находится на днищенском дне, и уже показывает сильные зеленые объемы, и неплохие отскоки. Но торгуется она, по-моему, только на споте, на Binance. Честно говоря, я бы даже прикупил. Я ее покупал, где-то вот здесь разгружал спекулятивно. Сейчас, может быть, даже бы еще раз прикупил, но дисклеймер, не финансовый совет, чисто спекулятивно. Просто монета на дне, опять же, очень сильный отскок может произойти. Вот. Все, кто торгует хайповые проекты, я неустанно повторяю, ребята, будьте осторожны, будьте начеку, я вас не отговариваю. Лонгуйте аваксы, лонгуйте, что вы там, шибы, я не знаю. Atom даже тот же, вон, я сам лонгую сейчас. Просто не забывайте разгружаться. По Atom, что мы видим? Atom к битку. Пошел даже по более красивому сценарию, чем мы тут рисовали. Atom к битку вышел из этой зоны накопления, в которой все еще находятся многие монеты, которые я вам даю. Вышел, потом вернулся туда, и сейчас снова вышел. Вот нам очень важно по Atom к битку, чтобы он удержался выше вот этих уровней 60 тысяч сатоши. Тогда можно говорить о продолжительном уже мега-туземуне по Atom к биткоину. Но прямо сейчас мы видим зеленую точку и money flow. И красный money flow перетекает в нулевое значение. То есть мы, видимо, начинаем видеть зеленый money flow, Atom к биткоину. Это очень сильный сигнал. Atom к доллару уже прет по экспоненте. Посмотрите, то есть у нас есть мини-пампы-дампы и повышающиеся минимумы и максимумы. Причем минимумы у нас параболически закругляются. Зеленая точка, зеленый money flow. То есть по Atom к доллару очень-очень красивая картинка. Поэтому не забывайте, конечно, разгружаться частично, спекулятивно забирать профиты, особенно если вы торгуете с плечом. Но в целом стойте наверх. То есть если вы торгуете Atom с плечом, я бы на вашем месте плавно разгружал плечи. Ну то есть take profit по 10% забираете и остаетесь уже только, грубо говоря, бесплатными монетами стоять наверх. Ну типа без плеча. Вот как бы я делал. Ну я так сам и делаю. Собственно, вы делайте как хотите. Audio coin тоже лежит на поддержке. Audios. Но сейчас, на мой взгляд, лучше в него сильно не лезть, потому что неизвестно. Очень молодая история у монеты. Уже был хороший хай. То есть он может, в принципе, еще и ниже сходить после этого хайпа. Я буду его подбирать, наверное, ниже доллара где-то обратно. Потому что я на нем уже заработал неплохо. Вот здесь его купив, вот здесь его продав. Вот здесь, по-моему, тоже покупал. Короче, по несколько иксов он выдал уже несколько раз. Вот. Поэтому такие мысли, что еще давно не смотрели. BNB я бы тоже сейчас не брал. Потому что вот мы рисовали, да, недавно с вами, что это все спекулятивный пузырь. BNB к биткоину, посмотрите, как резко накачали. Я вам напоминаю, что он стоил 10 долларов там чуть больше года назад. Сейчас стоит 5 хат. BNB лучше, на мой взгляд, не лезть. Тут двойная вершина без переписывания all-time high. То есть это по всем признакам вообще медвежий разворот. Может быть. Красный дивер. Может и не быть. Но лезть, опять же, риск на балансе вероятности огромный. Если уж лезть в биржевые токены, то, на мой взгляд, битдао. Битдао сейчас, тем более на хайпе с кастой, прекрасно вообще себя показывает. История графика очень маленькая, ничего не видно. Но есть восходящий аптренд. И есть, в принципе, потенциал у монеты вырасти там в 10 раз и больше. Понимаете? Битдао стоит 2 доллара. BNB когда-то тоже стоил 2 доллара. В итоге что мы увидели? Туда-сюда, туда-сюда. 10-20 долларов. Потом консолидация. Фигак. 200-300 долларов. То есть почему нет? Битдао может показать похожую динамику. Вот. Ну и плюс говоря про битдао. Многие сейчас интересуются, как купить каста. И как участвовать в ланчпаде каста на Bybit. Сейчас я вам покажу этот фрагмент, который я вчера сделал для канала The Moon. Посмотрите подробную пошаговую инструкцию, как это сделать. И на этой радостной ноте вынужден с вами распрощаться. Всем профитролей. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok